В северной столице России проходит крупнейший международный экономический форум. Он позволяет открывать новые горизонты и перспективы развития для регионов. Так одним из важных вопросов для обсуждения на форуме стала газификация. В первую очередь хочу поблагодарить Устову Сергея Владимировича. Мы с ним очень динамично работаем по газификации Ульяновской области. На сегодняшний день достигли уже 81%. Это очень высокий показатель, да, среговорим? Ну да, выше, чем в среднем по России. Договорились, что и дальше будем такими же темпами идти. В Ульяновской области действует пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации региона, которая была утверждена в 2020 году. За этот срок построится 27 межпоселковых и 105 внутрипоселковых газопроводов. Есть моменты, связанные со сложностью работы со смежными землепользователями. И Алексей Юрьевич принял решение помочь, потому что как только мы закончим проект работы по этим объектам, которые вводны в 2024-2025, как только закончим проект работы, сразу приступим к строительно-монтажным работам. И вопрос сдвижки исполнения проектов влево, то есть раньше, он возможен при нашей совместной работе. На форуме заключили ряд соглашений, первое с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Сотрудничество позволит развивать социальные лифты, поддерживать проекты и инициативы молодежи, а также поможет выявлять и развивать таланты. Еще одно соглашение с генеральным директором платежной системы «Мир». Оно позволит реализовывать проекты по улучшению механизмов предоставления социальных услуг для жителей Ульяновской области с использованием национальных платежных инструментов. Для нас всегда бывает самое главное – это определить совместно с регионом, какие именно задачи нужно решить, какие потребности жителей именно этого региона необходимо реализовать на тех технологических решениях и платформах, которые в национальной системе платежных карт разработаны и развиваются ежегодно. Поэтому это то, с чего мы начнем, безусловно, с определения проекта. В форуме принимают участие страны Азии, Африки, Латинской Америки, а также регионы Российской Федерации. Он продлится до 17 июня. Светлана Карпухина, Юрий Конихин, Улправда ТВ.